Мы не знаем, что правильно кушать, что неправильно. Мы кушаем то, что нравится. Нам нравится то, что связано с моими поступками. У пищи есть другая энергия, состоящая из белков, молекул, углеводов, витаминов. Есть тонкая энергия. У каждой пищи есть характер свой. И голод возникает в уме, а не в теле. В теле возникает слабость. Вот если, допустим, мне надо покушать. Чаще всего это означает, что я раздражен, не могу работать нормально, нет настроения. Человек даже не может понять, что это такое. И не просто быстрее надо покушать, и когда покушаешь, улучшается настроение, скажем. Настроение – это же энергия ума, характера. Но если говорить о чувстве голода, на самом деле, он имеет природу, ну, если настоящий голод – это просто слабость в теле. Трудно ходить, трудно работать, понимаете, не хватает сил. Это уже голод тела. Так вот, знаете, что человек четыре раза в день ест не для голода тела, а для голода ума. Бывают толстые люди, и тоже кушать хочется. Хотя у него питательных ищей есть на неделю-два, минимум. А он все равно хочет кушать, потому что расходятся энергии ума, расходуются, а не тела. Но мы-то оцениваем пищу по белкам, жирам и приводам, а питается эта пища в основном ум. Понимаете, какое заблуждение колоссальное? Что мы кушаем часто не то, что формируют хороший характер, но в чем проблема. Так часто нам не хватает знаний в жизни. Это приводит к стрессу, поражению в жизни. У меня есть помощник, он приехал сюда, чтобы рассказывать, чем мы занимаемся там в нашем центре медицинском, в чем мы лечим, в чем мы лечим. Бесплатная консультация дает во время лезвия. Если будет желание, можно подойти и поговорить с нами. Я не буду сейчас вам его поискать, он вам все расскажет, лично. Поэтому пост-рекции по ним подходить с вопросами по здоровью. Не могут врача, хорошо? И во время лекции не задавать такие вопросы. Мы говорим только о жизни с вами, не о лечении. Хорошо? Говорились? Итак, веды объясняют, что в течение времени, с движением времени, время имеет свой характер. Каждое время, оно меняет характер в свое время. Когда характер соответствует какой-то силе, которая живет в глубинной памяти, оттуда выходит вот эта вот карма-басана, или песчинка кармы, которая сначала меняет судьбу, то есть она влияет сначала на все окружение мое. Я при этом даже этого не знаю, часто. Я не понимаю, что меня уже близкий человек разлюбил, что директор хочет меня уволить. Это потом неожиданно скрывается. Позже. Потом эта карма-басана заходит в средний слой и влияет на здоровье. Человек начинает портиться здоровье. И потом она входит на нужный слой воды, и у человека портится настроение. И только потом доходит до моих мыслей. Понятная система. Поэтому судьба действует незаметно в жизни человека, неожиданно всегда. Что такое совесть? Совесть — это то, что понимают те, кто выбрал другой путь. То есть один путь — я живу, как хочу. И жизнь одна. После смерти нет жизни. Это одна хилософия. Понимаете, есть две основные хилософии. Одна хилософия говорит, есть смысл в жизни, есть Бог, есть совесть, есть законы нравственные, есть честность. А другие говорят, ничего этого нет, жизнь предназначена просто для того, чтобы балдеть. И когда она закончится, ничего не будет. Одни говорят, что мир создан из большого взрыва, и всё хаотично в этом мире. Что в жизни появляется просто из комбинации импульсов различных. Что-то скомбинировалось, а в вас жизнь появилась. Потом она же и распадается, когда распадается тело. Они верят в то, что нет Бога, и всё имеет природу хаоса. Нет совести, нет характера правильного. Есть просто возможность наслаждаться или невозможность наслаждаться в жизни. Это одна хилософия. Вторая хилософия — есть Бог, есть гармония в этом мире, есть закономерности, есть следующая жизнь. Как прожил в этой жизни, такая будет следующая. Есть чистота, есть хороший характер, есть честность и нечестность. Есть ложь и правда. И люди, которые не верят в совесть и закономерности этой жизни, они на самом деле нелогичны, очень нелогичное мышление. Вот теория Большого взрыва очень нелогична. Сначала ничего не было, потом что-то появилось, бац, взорвалось, и получилась Вселенная. Но если ничего не было, откуда оно взялось? Это что-то... Это же нелогично вообще. Просто морозом. Полный мальчик. Понимаете, да? И так вся эта хилософия, материалистичная, она вся морознотичная по своей природе. Вот, допустим, ученые, они, сколько ни пытались, не нашли ни одного доказательства, как один вид жизни переходит в другой. Например, как деревья становятся насекомыми, как насекомые становятся рыбами. Но нет доказательств таких, нет таких переходов. Ученые нашли один раз в Востоках, нашли череп человека, человека и кости-обезьяны. И на основании этого сделали, подтвердили, о, ты более даром направленный. Но потом, когда радиозатопный анализ появился, они определились, что череп одному виду жизни принадлежит, а кости другому. Но из учебников эту картинку не убрали. Хотя это просто был полный маразм, не было никаких доказательств, что это так. Понимаете? Ну, то есть, вот это маразматическое желание, все привести к хаосу и к тому, что это все комбинация просто, ну, как бы, психика человека это комбинация нервных импульсов. Я своего физиолога в институте спрашиваю, я говорю, откуда у человека возникает способность жить? Он говорит, от деятельности нервной системы. Я говорю, откуда вот нервная система дает возможность человеку жить? Он говорит, от бедения, сердцебиение, сердцебиение наполняет кровную жизнь нервную систему. Я говорю, а сердце откуда период энергии жить? Он говорит, ты слишком много, хочешь встать? Ну, я потом это все узнал. Оказывается, нервная система придет играть вежитие от прамы в жизненной энергии. Когда человек, вот и поэтому, если человек слабости испытывает, допустим, ему плохо, у него слабость, нет сил, ему надо брать праму. Нет сил, люди что делают? Ебьят витамины. Витамины – это не праму. Они думают, нам витаминов не хватает. Надо есть витамины, а там другие правильные изготовления жизни. Нет сил означает, нет энергии прамы, потому что силы дают психическую энергию человеку, а психическая энергию берется откуда? Она берется из воздуха, свежего воздуха, прамы наполнен свежий воздух, прамы наполнена свежая пища, не вареная, свежая пища, продукты. Когда яблоко крутое, крепкое, его кусаешь, приходит бодрость в тело. Яблочный сок бодростью уже такую не доедет. Понимаете, да? Что арбузный сок и арбуз, они разные. Арбуз дает свежесть в организме. Арбузный сок выпил и все, ничего не дает. Просто арбуз. Итак, храма психическая берется от свежей пищи, от проколок на свежем воздухе, от дыхательных упражнений на свежих воздухе, от деревьев, когда пояс у человека гуляет, и получает силы жить. бодрость, концентрацию внимания, работоспособность. Он берет от свежего воздуха, от свежих вещей, и от леса, от воды, от гору, а не от векамина. Когда солнце восходит, весной оно поднимается, чем сильнее солнце, тем больше расслабляет тело. И люди под влиянием солнца начинают слабеть, им чувствуют слабость весной. Так что надо делать в это время? Витамины жрать или гулять на свежем воздухе больше? Получить правую и холодную силу внутрь, а не горячую. Видите, неправильное представление жизни не делает неправильное поведение. Человек в нем действует неправильно в жизни из-за того, что он не знает, что происходит. Точно так же вот эти партии помышления ведут человека по жизни. Один хитмышление связан с совестью, а другой связан с хаосом. ведо объясняет, что совесть это представительство Бога в сердце человека. И ощущение правды мне не принадлежит, ощущение истины мне не принадлежит. Это то, что мне дается кем-то изнутри. Но с совестью мы спорим часто. Так? С кем-то? С самим собой спорим? Большинство людей считаются не собой. Совесть это не я, это то, что находится внутри меня и является свидетелем моей жизни. Сейчас приведу несколько примеров, которые вас сразу быстро убедят. И иногда бывает ночью, когда я сильно устаю, у меня есть нарушение связанное с дыхательным центром. когда я сильно устаю или жарко ночью спать, у меня остановка дыхания происходит. И я обнаруживаю себя сидящим на кровати и так дышащим вот так. Кто меня посадил? Я не помню себя в это время я спал. Кто меня посадил? Вот эта сила, которая находится в сердце. Теперь второй пример. Раньше своей жене говорил разбуди меня пожалуйста через 15 минут я после обеда люблю отдыхать. Я нам не вставай пожалуйста прошло 15 минут я встаю. Разогана как сказала я встал услышал голос встал потом пришел благодарить оказалось что она не говорила она забыла кто сказал вставать прошло 15 минут тот же сам сказал который поднялся в постель движемся дальше вы замечали когда очень трудно человек кричит внутри себя когда же я выйду замуж поднимите руку кто так кричал в сердце вы да кому кричали кому ругается муж обидел женщина кто такой сикой, он постоянно меня мучает. Кому нравится? Кому же. Но при этом это не осознаёт. Понимаете, о чём я сейчас говорю? Что это внутренний диалог не с самим собой. Тихо сам с собой, тихо сам с собой, я веду беседу. Это не сам с собой, это с той же самой совестью. То есть есть представительство Бога в сердце человека. И веды объясняют, что совесть можно реально почувствовать очень ясно. Знаете как? Если есть духовный разум, чем больше человек связан с Богом, тем больше он духовный разум. Какой традиции веры не имеет значения? Все основные традиции веры ведут к Богу. Просто они созданы для разных людей, для разных культур, для разного мышления. Если человек связан с духовностью, он ближе к Богу. Если человек близок к Богу, и он становится старшим у человека, человек советуется с ним, значит, что происходит интересное. То человек, с которым советуются, он чувствует Бога в сердце человека, который просит советы. И о совести ему дают советы. То есть фактически он ему говорит то, что говорит совесть тому человеку. Потому что наши грехи или плохие поступки не пускают нас слушать совесть. Но если мы слушаем старшего, то тогда в этом случае мы слышим то, что нам надо услышать. Иногда даже в моих лекциях люди через меня это слышат. Хотя, ну, бывает так, что я вообще-то ни при чем. Вот пример. Поднимите руку, кто, слушая мои лекции, имел какой опыт, что я вам что-то говорил во сне. Советы какие-то давал. Вы, да? Но я вам ничего во сне не говорил. Вот вечно я ничего не говорю. Но ваша совесть приняла образ того, кого вы слушаете. И сказала вам. Понимаете? Таким образом, даже старший человек — это просто проявление совести. Вот кто такой старший? Это тот, кто дает возможность нам услышать нашу совесть. Понимаете? То есть люди сами не могут влиять на судьбу друг друга. Это действует Божественная Сила. И если человек принимает вот эту жизнь по совести, выслушает старшего, то он начинает контактировать с совестью со своим. Потому что тут внутри сидит еще один голос. Да? Это голос нашего эгонизма. Он тоже в сердце находит. Человеку самому очень трудно отличить. Или его желание, говорим, или совесть. Потому что совесть в основном имеет горький вкус сначала. А желание сладкий. Потому что когда все идет правильно, на совести незачем говорить. Но зачем совести что-то говорить, когда идет все правильно? Но это горький вкус, а горький вкус в кушах не хочется. Когда сладкий вкус желания внутри, говорит. Манит, манит, манит. Как все путешествия по замкнутому кругу. Вот это манит, или голос желания внутри разрушает счастье человека. Жизнь идет по замкнутому кругу. Все повторяется вновь и вновь. Пока человек не поймет, что надо слушать горький вкус и не сладкий. А помогает это сделать старший. Или священное писание. Он тоже рецептворяет совесть. Человек читает священное писание. И находит правду для себя. То, что надо понять. Есть разные люди. Одни слушают людей, другие слушают книги. И то, и другое приводят к победе. Но сейчас мы с вами будем говорить вообще о самом главном. То, что точно приведет к победе. Мы сейчас будем с вами говорить о внутренней жизни. О внутренней жизни. Это очень ценно и важная беседа. Веда объясняет, что внутри вот этого сердца, внутри сердца, находится нить, связывающая людей. Нить, незавимая нить. Именно эта нить, она, через нее течет энергия любви. Вот это, допустим, почему мать беспокоится о своем ребенке. Это значит, что у нее есть определенный запас счастья. И ребенку, когда плохо, этот запас счастья ему отдается, это вызывает беспокойство. Потому что он ограничен природу именем, запас счастья. А когда мы не можем дать что-то ребенку, возникает волнение. А когда у нас хватает энергии и счастья для ребенка, мать говорит, не волнуйся, все будет хорошо. Я знаю, я чувствую. Значит, у энергии хватает. Понимаете, каждое событие тянет энергию у близких людей. Мы друг с другом связаны. Глави высокой, любимой, обязаны. Знать, помнить, что с нами пожизненно связаны. Нитью незримою, нитью незримою, наши любимые. Понимаете, а что я делаю? И люди, хоть и связаны, нитью незримую друг с другом, они туда, в сердце, внутрь, в сердце, не наполняют силой, потому что они не знают, как все действует. Оказывается, жизнь близкого человека очень зависит от того, наполняем мы счастьем себя или нет. Если человек озеро своего сердца, своего уха наполняет водой, счастье, энергией счастья, то этого счастья хватает на всех, потому что все родственники питаются нашим счастьем. Но если человек не наполняет, то он, вместо того, чтобы благословлять всех, мать может, когда сын уходит в армию, она может сказать, благословляю тебя, сынок, у тебя все будет хорошо. И для того, чтобы все было хорошо, она молится каждый день, подкрепляет свое благословение силой счастья. Что такое молитва? Молитва означает связь. Если человек просто торопает, что такое благословение, это не молитва. Молитва означает, что он что-то помнит. Именно память, что такое память? Это сила разума, энергия разума, связывающая человека с объектом счастья. Приведу вам такой пример. Вот, допустим, я повторяю, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Передо мной девушка стоит любимой. Я ей говорю, ты почувствовала? Она говорит, нет. Теперь я вспоминаю нашу первую встречу и много не повторяю, а просто вспомнив первую встречу, ее чистый взгляд, вот этот вот вызывающий счастье. Я ей сказал один раз, я люблю тебя, я тебя люблю. Западал. Почему? Потому что почувствовал. То есть видите, ощущение возникает от памяти, а слова могут быть наполнены памятью или пустыми. Если человек молится, не вспоминая святость, не вспоминает события, которые связаны с Богом, то тогда молитва пустая, не нет силы. И он не наполняет себе это счастье, как и полномолитство, а просто трапанит ее своими ими, и все. Это пустые занятия, не приводящие никакому успеху. И так есть два способа наполниться счастьем. Первый способ – ждать. И в основном люди живут каким способом. Я бы сказал, о, у тебя все хорошо. Ну да, у меня все хорошо. Ну, классно, живем дальше. То есть видите, люди живут тем, что приходят просто. Приходят. Если приходит достаточно, чтобы жить, люди дальше живут. А если приходит недостаточно, и говорят, да как у тебя дела, у тебя все хорошо? У меня все фигово. Не приходит, значит, само. И веды объясняют, что когда человек таким образом живет, это неразумное существование. В этом существовании нет никакой победы. И такие люди говорят, я желаю тебе, чтобы у тебя все было хорошо и дальше. Веды объясняют, что у человека главный период жизни такой, когда краник все хорошо закрывается. В это время человек начинает метаться, потому что само по себе счастье не поступает. Вот проснулся, как обычно, утром, и так нету. Тю-тю. Ночь яблоком стучит в окно. Дым-дым-дым-дым-дым. Верю, 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 верю во дно. Был душой я молод, а теперь старик. Понимаете, да, все произошло? Глава кончилась. Краник закрылся. И это объясняет, настоящая жизнь у человека начинается тогда, когда краник закрывается. Но мы по своей скупости мы ждем, хотим, верим, что сейчас он откроется. И метаемся, хотим счастья, его нет. А для чего это все из-за судьбы делает? А потому что жизнь предназначена не для счастья. Она предназначена для учебы. Когда человек осознает, как правильно жить, счастье возвращается назад, как награда. Счастье в жизнь должна приходить, как награда. А энергию вот этого благополучия надо использовать для того, чтобы работать над собой, а не просто балкей во время жизни. Она предназначена для того, чтобы двигаться к знаниям, к награде, а не для того, чтобы просто наслаждаться жизнью. И это говорят, что люди, которые просто живут, потому что хорошо, они живут как во сне. Они просто живут по течению. Они ничего не меняют в своей жизни. И градусом спит. Разумом гибнет, когда человек пытается победить судьбу, он добивается счастья. Он работает над собой. Он не ждет наград, а просто побеждает свою жизнь и получает эту награду. Знак победы. И так есть два вида счастья. Одно счастье приходится до собой по судьбе. И люди неразумные верят в такую жизнь. Они говорят, вот, чтобы у тебя все было хорошо. Некоторые подходят ко мне и говорят, Олег Геннадьевич, Олег Геннадьевич, я желаю вам, чтобы у вас все было хорошо. Все было хорошо, Олег Геннадьевич. Я говорю, ну я же помору когда-нибудь. Ну, а так, и скоро, и скоро. Все должно быть хорошо, как иначе. Это иллюзия. Беды объясняют, что в жизни человека течет циклами. Что за хорошо становится плохо. Потом опять хорошо, как волны. Далее, дети циклут волны. Верх волны – это пик счастья. Если у человека пик счастья, значит, что он будет похуже, потом еще похуже. Потом наступает пик страданий. Потом опять пик счастья. Но эти волны, все волны, они… Это не значит, что человек не может быть счастливым постоянно. Волны указывают просто на объем работы, и все. Вот когда ты не страдаешь, человек должен все почти время жизни, которое у него есть, посвящать внутренней жизни, контакту со святостью. Внутренняя жизнь означает свет получить, свет в свою жизнь. Человек должен стремиться к свету. К свету означает пол. К святости, к святым людям, к тем, кто связан с Богом. Спроси у жизни строго, какой идти дороги, куда по свету белому отправиться с украины. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогой добра. Дорога добра означает Бог, за солнцем, за светом. Страдания человека сравнивают с невежеством или с тьмой. Тьма означает нет пути, нет дороги. Свет означает знание. Слово «знание» в санскрите переводится двумя способами. Первый способ перевода – это свет, а второй – знание. Знание света – это одно и то же. Карма как действует. Карма скрывает свет. Счастье кончается в жизни человека. Луч солнца золотого, Друг, скрыла фигна. И между нами снова Вдруг, выросла стена. Ночь пройдет, наступит утро ясное, Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора, Ненастное солнце взойдет. Солнце взойдет, солнце взойдет. Итак, вера или святость является тем, что побеждает стресс. Если человек не стремится к счастью с помощью внутренней жизни, он не стремится к Богу, он не может почувствовать себя в духовке. Эта тьма, которая приходит в его жизнь в виде страданий, она вызывает стены. Между нами выросла стена. Вначале пришло время не просто наслаждаться жизнью, а что-то в ней менять. Нужно двигаться к свету в это время, понимаете? Не просто ждать, когда возойдет солнце, понимаете? А надо двигаться к нему свету. Двигаться. Оставь свои заботы, падения и взлеты, пойми, что эта жизнь не детская игра, а если с другом куда, не уповай на чудо, спеши к нему, секайки, дорога добра. Ну, то есть надо действовать, надо что-то делать, для того, чтобы победить свою жизнь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.